Всем привет, мои дорогие! В эфире Ольга Патракова, и в этом эфире мы готовим. Я придумала такую необыкновенную штуку. Ну, как придумала? Увидела вчера в Пинтересте, конечно же. И у автора очень сложный рецепт, и очень сложное приготовление. И у нас сегодня будет всего лишь первая часть подготовка. Итак, жду вас всех в эфире, пока вы подключаетесь, расскажу в двух словах, что же мы все-таки будем такое необыкновенное делать. Опять же, если вы смотрите меня в записи, то вы, скорее всего, уже знаете, потому что эта замечательная штука у нас будет на обложке, и вы видите, что мы сделаем. Итак, я увидела офигенную такую вещь. Это прям грецкий орех, состоящий из двух половинок, который в одной половинке мусс. Сверху лежит, как будто бы торчит орешек, и сверху просто закрывается крышечка. Офигенно смотрится, офигенно делается. И чтобы не усложнять, потому что у автора прям очень сложный рецепт, а я хочу, чтобы все-таки он был более доступен для вас всех. Чтобы вы все-таки даже на начальном уровне вы сообразили, и у вас получилось сделать такую штуку. Потому что, по правде, смысл этого десерта не в начинке. Конечно, он должен быть вкусный, само собой. Смысл как раз в этом внешнем виде, когда он выглядит, как настоящий большой орешек. Просто я думаю, что все получится прямо хорошо. По правде, я не знаю, что у нас будет. Это все эксперимент, да. И у нас достаточно большая подготовка к этому. То есть, надо подготовить начинку, мусик, вот этот вот сделать, как орешек будет выглядеть. Это все достаточно сложно. И я думала сначала сделать это все за кадром. Ну, то есть, сделать и вам уже показать готовое. А потом задумалась, блин, думаю, Патракова, за кадром и так много чего... Вы, наверное, смотрите видео, да, чужие. И думаете, блин, за кадром и так много всего показывают. Ой, в смысле, не показывают. И так много всего умалчивают. И большинство кондитеров как раз... Это значит, что-то готовим, готовим, а потом легким движением руки из холодильника достается готовый этот самый штук. И ты не понимаешь, как вот из этого вот это произошло. И именно поэтому я решила разделить наше приготовление на два эфира. Первая подготовка, а завтра уже формирование и сборка. Для того, чтобы вы посмотрели полностью, как оно все готовится. Чтобы ничего за кадром не оставалось. Я помню, когда я начинала делать торты, меня, блин, капец это бесило. То есть, какие-то вещи для больших кондитеров, которых там с огромным опытом, они для нас очевидны. Ну, типа, ну и так понятно, как сделать начинку ягодную. В смысле? Ну, сделал быстренько и все. Вот. Но когда ты новичок, когда ты только начинаешь, когда ты еще там не дорос, там, не знаю, как-то не созрел еще какие-то курсы проходить, там еще что-то. Только пока ты только, не знаю, смотришь это как кино. Не знаю, вы как кино смотрите. Вот. Да, или ты, например, для домашних делаешь, да, то вот эти вот все вещи, само собой разумеющиеся для кондитеров, для вас, скорее всего, секрет. Или вообще не само собой разумеющиеся. Или, может быть, вы, как сказать, делаете вообще по-другому. Потому что все-таки современные технологии, они отличаются от того, что мы делаем дома. Чуть-чуть, но отличаются. Другие ингредиенты мы используем, другие формы мы используем и так далее. Ну что, вижу, что народ собирается. Всем привет, всем привет, кто подключается, для тех, кто опаздывает. У нас эфир, наше приготовление. Если вы смотрите меня в ВК, то вы знаете, что мы готовим. Мы разделим на две части. Сегодня первая часть – подготовка. Вот, соответственно, вторая часть будет или завтра, или в пятницу. Опять же, если вы смотрите меня в записи, то вы просто следующее видео или через одно смотрите, где-то оно там рядышком есть. Ну, видите, на обложке должно быть готовое изделие. И счастливая, довольная я, потому что я надеюсь, что оно у нас все-таки получится. Итак, что нам надо? По сути, наш орешек, орешек, орешек – это тарталетка, у которой есть основа. У тарталетки из чего основа? Кто знает? Ну-ка, давайте, образовательная минутка. Из чего основа у тарталетки? Все такие, господи, что он опять нас спрашивает? Мы не готовы, мы не знаем. Ну, что вы все знаете. Итак, сейчас Марина отвечает. Марина отвечает. Марина не готова тоже. Марина не знает. Из чего основа у тарталетки? Песочка, пишет Марина. Он пишет, говорит нам. Марина. А вы как пишете? Правильно, песочное тесто. Все верно. Песочного теста много разновидностей? Конечно. Какое можно использовать для тарталеток? Да, в принципе, любое можно использовать, которое вы делаете. Вот мы сегодня одну из разновидностей сделаем песочного теста. Прикольно? Прикольно. Ну вот. Дальше. В тарталетке у нас с вами должна быть какая-то начинка. Какая у нас начинка чаще всего в тарталетке? У нас как бы не так много вариантов по-честному. Какая у нас начинка? Марина опять отвечает. Что бывает у нас с вами в тарталетках? Что-то фруктовое бывает, например, что-то. Да, какая-то прослойка. А еще что бывает? Ганаш. Какой-нибудь ганашик, например, правильно? А еще что бывает? Мусик. Мусик какой-нибудь бывает, да. Мусик бывает белковый, бывает сливочный, бывает шоколадный, да. Типа ганашика, помягче только взбитого. Какой-то мусик, прослойки. И если тарталетка высокая, то бывает еще бисквитик. Здесь у автора есть бисквитик. У нас его не будет. Хватит нам песочки. Еще про бисквитик мы, ну и так понятно, бисквитик. И общий смысл какой? Что по правде, слушаем сейчас внимательно, я вам сейчас прямо серьезную штуку говорю. Прямо это важно, что по правде все равно, какой мусик, какая прослойка, есть ли бисквитик, сколько там слоев. Вот это и есть творчество ваше, как кондитера. Как подобрать ингредиенты, какие начинки использовать для того, чтобы было прикольно. А у нас еще раз, мусик это что-то взбитое, да, у нас бывают сливки, белок, все, товарищи, да. Начиночка чаще всего она ягодная, ягодки, сахарок и какой-то загуститель. Загустители тоже раз, два, три на пальцах перечек. Все, бисквитиков тоже там есть, конечно, побольше разновидности, но по большому счету яйца взбил, что-то добавил. Ну вот, попек, тут еще печь надо, понятно? Все, вариантов немного, хорошо. И у нас с вами вот эти мозги сверху еще, ну как бы сам орешек, оно должно застыть, да, и автор еще готовые вот эти застывшие мозги окунает в глазурьку. Глазурька у него это шоколад и какао-масло, как на велюр, ну типа велюрит, короче, только, ну, жидкая. Вот, да, мы сделаем вот это из ганашика. Все знают, что такое ганаш? Шоколад сливки подзагустел и тогда сделал. Можно делать крем какой-то плотненький, который будет держать форму. Можно делать отдельно, заморозить, можно, соответственно, сделать прямо на самом изделии. Понятный общий смысл? Общий смысл это сделать внешний вид. Самое сложное, что правильно, тарталетку эту сделать, все остальное туда напихал, сверху вот эту штуку навыдавливал, говном какое-нибудь, ну там, кучку вот эту вот. Все, все, да, и поэтому мы попробуем сделать. Я буду готовить ягодный вкус, чуть-чуть буду добавлять туда какао, шоколадный ягодный у нас будет. У нас ягода, вишня. Марина готовила, я не знаю, что мы готовим. Марина вишню нам приготовила. А малины не было? Малины не было, говорит Марина. Клубника еще, ну клубника хуже, мне кажется, да? Клубника хуже. Мы будем готовить вишню и шоколад. У автора абрикосы, абрикос кофе. Ну, честно говоря, спорное сочетание. Ну, не будем обсирать других кондитеров. Хотя хочется, конечно, но не будем, потому что, что ж, я его рецепт практически взяла. Итак, дорогие друзья, хватит трындеть, правильно вы пишете. Хватит. Пора уже за дело. Как хорошо, когда есть своя студия, и можно вот так вот спокойно двигать, хотел сказать, телевизор, экран и показывать, то есть как, что, много взял, перешел на чистое место сюда, на чистое место сюда, перешел и сделал. Мария Щеглова пишет, какая прикольная манера общения. Мария, ты, наверное, первый раз меня видишь. Добавляйся к нам в группу, вот в эту, видишь, розовая вот эта и такой белой буквочки, это тортики от Одри написано. Переходи, пожалуйста, во вкладку видео, вот, и ты увидишь 100-500 миллионов тысяч видео. Потому что я выхожу в эфир каждую неделю, что-нибудь готовлю, или разговариваю про бизнес, или разговариваю про силу, ну, то есть что наболело, а то мы говорим. Стараюсь готовить в прямом эфире какие-то рецепты, не те, которые база, и не те, которые я рассказываю на курсе, а что-нибудь интересненькое, что-нибудь необычненькое, что-нибудь то, что вы можете приготовить, даже не учащаясь ни на каких курсах, нигде, просто попробовать. Потому что, а, вот смотри, уже покупаю, моя киска, вот, да, потому что, почему? Я всю мысль потеряла. Короче, ладно, поехали. Нам сегодня надо подготовить песочное тесто, нам сегодня надо подготовить начинку, мы ее подзаморозим чуть-чуть, вот, да, и нам сегодня надо подготовить мозги. Понятно, что я говорю мозги? Орех, как бы, орех, орех. Для этого нам понадобятся ингредиенты, ингредиенты все напишу в комментариях, пожалуйста, или в описании, везде тыкайте, где можете, потому что ингредиентов много, вы сейчас запутаетесь, при этом вы количество будете готовить какое-то другое, вот, и поэтому я посчитаю прям на конкретное количество пироженок, сколько чего у меня потратится по факту, понятно, да, и по факту вам уже напишу. Это будет во второй день, то есть это будет, то есть завтра или послезавтра, во второй день, и ко всем видео прикреплю, пожалуйста, не нервничайте. Дальше, нам с вами для формирования ореха, короче, понадобится формочка, формочка, у меня диаметр здесь 5 сантиметров, не знаю, Аня мерила. Как хорошо, когда есть сотрудники, можно на всех, смотри, они на меня смотрят сейчас злым взглядом, потому что я на них валю, потому что перемериваюсь, смотри, она с злым взглядом на меня смотрит. 5 сантиметров, Аня правильно померила. Короче, да, и для начинки 4 сантиметра, такие же кружочки. Для начинки не обязательно, а вот это обязательно. И мы будем здесь формировать орех, формировать мы его будем завтра, сегодня подготовка, помните, да? Ну, смысл такой, мы вот здесь будем его лепить прямо, вот эту вот штучку, ну, для тех, кто не терпится, что все-таки как это делается, будем лепить его здесь и здесь. Я буду делать небольшое количество штучек, 2 или 4, 2 или 3, наверное, этих ореха. Вот, вы делаете сколько хотите. Ну, я, кстати, когда смотрю такие видео, мне просто от того, что я посмотрела и узнала, как это делается, мне уже как-то хорошо, мне не всегда нужно готовить. Не знаю, как вам. Я однажды, помню, покупала сложный очень мастер-класс, как готовить такой торт. Короче, он антигравитация, 3D, и он без покрытия, но при этом гладкий. Блин, капец, он, знаете, как выглядит? Вот так, кристалл он называется, вот так вот, и вот так вот, кристалл. Вот он прям держится на углах, на острых, вот, без покрытия, без мастики, без, там, почти нет внутренних конструкций. Есть ось, конечно, да, без ничего. Вот, я купила этот мастер-класс зарубежный, дорого, только чтобы узнать, как. Все, не делала ни разу, вообще, серьезно. Да, ну, очень прикольно было, поэтому я надеюсь, что как-нибудь да вам пригодится. Вот, итак, кто знает, что у нас в основе песочного теста? Кто знает, все правильно, мука, сахар, да, масло чуть-чуть, да, может быть яйцо, может не быть яйцо, тут уже зависит от конкретного рецепта, надо, да, ну, как минимум, нам понадобится сейчас. Миксель и погнали. Приготовление нашего рецепта достаточно простое, нам надо смешать все ингредиенты, вот, как следует потом добавить туда яйцо, вот, и потом, это все включу, и потом раскатать, раскатать и чуть-чуть подморозить, чтобы оно схватилось. Завтра мы будем вырезать кружочки, дать им оттаивать, и чтобы они оттаивали где, правильно, в Караганде, ну, то есть на наших уже формочках. И тогда они спокойненько лягут, понятно, лягут, и мы из них сформируем уже форму ореха, масло сливочное, правильно. Смотри, пишет, что лучше отдельно, планетарный миксер или кухонный комбайн? Мне нравится отдельно планетарный миксер, потому что кухонный комбайн, если по цене, обычно, короче, комбайн дороже, и там бывают какие-то штуки, которые, ну, нам редко надобятся, ну, редко нужны. Но если у тебя в семье 25 детей, и ты вообще, в принципе, много готовишь, почему бы нет? Там всякие резалки же есть, всякие такие штуки, почему бы. Ну, вот, итак, погнали. Знакомьтесь, друзья, это мой миксер. Насадка нам понадобится, называют ее весло, чаще всего, да. Я называю лопатка, лопатка. У меня есть лопатка и есть венчик, все, ну, то есть я так называю. Вот, добавляем, пожалуйста, добавляем муку просеянную. Не говорю, сколько грамм, напишу. Потому что потом будете мне писать, что Оля, у тебя не сходится количество, не сходится, конечно, количество, потому что я, когда пишу, я чаще всего количество дополнительно, что у нас с вами с пудрой? Не, нормально. Да, чаще всего количество редактирую немножко. Да, в этом рецепте есть миндальная мука небольшое количество. Если у вас нет миндаля, берите любую другую муку или используйте, например, обычную вместо, но с миндальной вкуснее, и сливочное масло. Можно использовать комнатной температуры, можно замороженное. Вот, в этом рецепте не имеет значения. А вообще, чем более мягкое масло, тем более тугое тесто. Вот. Итак, перемешиваем. Сейчас поставлю вам, чтобы было видно, как перемешивается. Здесь, в принципе, ничего такого сложного нет. Вот, да, но... Всё равно ж прикольно, что-то происходит, как-то перемешивается. И у нас яйцо ждёт своего часа ещё. Вот. Как следует хорошо, хорошо, хорошо перемешивается. По сути, должна получиться крошка. Ну вот. Никаких сложностей нет. И нам нужно подбитывать бумажку, где мы это будем всё раскатывать. Мы будем раскатывать две половинки. И вам видно, как я бумажку делаю. Бумажка раз. Потом сверху ещё будет моя бумажка два. И вторая бумажка, две половинки. Я использую такую бумагу. Она чуть-чуть гладенькая, как будто. Она чуть-чуть силиконизированная. Она одноразовая, но силиконизированная. Вы, в принципе, можете использовать любую бумагу, даже, ну, как бы, менее или более силиконизированную. Вот так вот. Это есть на всё равно. Ну вот. Итак, перемешалось. Добавляем яйцо. И перемешиваем до однородности. У нас должно получиться мягкое такое, послушное, хорошее тесто. Так, это я сейчас здесь место освобожу немножко. Видно, да? Хорошо перемешивается. В принципе, схматывается. Я надеюсь, что видно, по крайней мере. Вроде видно. Что готовим? Орехи пишет Ольга. Правильно. Орехи готовим. Так звучит, как будто бы мы, ну, из орехов что-то делаем. Орехов здесь, кстати, не будет у нас. Но если вы хотите, можно сделать вовнутрь ореховую прослойку. Можно сделать вовнутрь. Ну, не орешек, но что-нибудь такое. Мне кажется, будет прикольно. Вот. Вообще, конечно, любые, что тарталетки, что гуссовые торты, что обычные, даже бисквитные торты, это огромный простор для творчества. И мы кондитеры. Так оно схватывается. Давайте-ка я вам покажу. Видно, в комочек схватилось само. Все, как схватилось, все, хватит, хватит. Значит, вот, смотрите, какое оно получается. Видно? Вот. И вообще, как бы, мне часто спрашивают, типа, где кондитер может проявить себя? Ну, мы же, даже если на заказ... Ну, если, то есть, вы работаете на производстве, то вы делаете торты, ну, как бы на витрину, да? То есть, какие-то обычные, не те же. Ну, тут как бы особо творчество не проявишь. А если ты работаешь, конечно, на себя, например, делаешь на заказ, то да, дизайн тебе спускает заказчик. То есть, я хочу, там, типа, вот это. Вот. А где мы можем не как художник проявиться, а как кондитер, да? Как человек-специалист по еде, по вкусам. Где мы можем проявиться? Это как раз вот сочетание ингредиентов, сочетание текстур, сочетание разных, может быть, там, слоев вот разных. То есть, вот это вот, разных вкусов, да? Что с чем сочетать? Сейчас мода, кстати, на очень какие-нибудь странные сочетания. Например, ну, вы знаете, да, соленая карамель у нас появилась, острый шоколад с перцем. Мы делаем бисквиты с базиликом, со шпинатом и с прочими такими штуками. Поэтому экспериментируйте на здоровье. Особенно, если вам, не знаю, душа просит что-то такого этакого, прям, такого, этакого такого хочется, то без проблем делайте. Вот, да. Очищаем. Вы это можете делать руками, но так как я делаю, ну, снимаю на видео, то я все-таки поделаю лопаткой, ну, чтобы сохранить видимость, что тут все, как-то, хорошо. Вообще, без проблем, мы все на производстве это делают, конечно же, обычно просто руками. Дальше делим на две половинки. Поехали. Поворачиваемся. Поворачиваемся. Поставить нашу половину. Вот так вот, да? Делим на две половинки. Раз половинка. Да? Два половинка. И раскатываем. Раскатываем ориентировочно где-то два миллиметра. Не надо, короче, тоненько раскатать. Если у вас есть такие штучки, по которым можно раскатывать, делайте так. Если нет, то нет. Так, у меня есть волшебная скалка. Смотрите, какая клевая. Она волшебная. Она зачарованная скалка. Шучу. Обычная скалка, но все равно меня радует мысль, что у меня такая есть. Еще у меня есть железная, кстати, скалка. Самое главное, чтобы у нас не было концов каких-то. Вот мне не нравится, да? И вот когда это ручки, мне тоже с ручками нравится. Потому что такая скалка, вот это как эта. Она более универсальная. Вот. Да. Мне нравится метод. То есть не колею делать, в середине колею сделал и пипец, а от центра раскатываем к краям. И надо чуть-чуть от центра к краям. Тогда более ровно раскатывается и не застревает у нас с вами, скалка не застревает в колее, так скажем. Вот, отлично. Отлично. Мне нужно немного штучки, потому что тесто вам, наверное, половины, наверное, хватит, если вы небольшое количество будете делать. Ну вот. Два миллиметра, кстати, это совсем немного. Вот. Такой некий стандарт, что ли. Два, внутри бывает делают, тарталетки 3 миллиметра. Ну, больше обычно не делают. Вот. Как измерить? Не знаю, кстати. Но обычно, знаете, как делают? Вот такие две планки по краям и по ним водят просто. Ну, по сути, у тебя скалка ниже нужной высоты не опустится. У меня нет, кстати. Ну, опять же, я, видите, не увлекаюсь французской кухней. Поэтому, сколько? Ну, вот где-то так. Мы с вами ориентируемся по размеру. И вот так краешки я еще трогаю, чтобы по краям было плюс-минус одинаково. Так, первая половинка и вторая половинка у нас идет. Также ручками чуть-чуть более плоско делаю. От центра к краям. Зачем это мне надо? Чтобы у меня не застревала скалка в колее. Потому что если сильно надавить в середину, то потом очень тяжело из нее, из этой середины вырваться. Так, смотрим. Все получается. Ну, я думаю, вы промотаете сейчас спокойненько. Ну, просто я, видите, за то, что вы все показываете в эфире. Поэтому вот такое, что я могу вот это подготовить. Ну, вот. Да, поэтому без проблем спокойно промотаете. Ничего здесь такого важного не будет. Ничего важного не говорю. Вот. Ну, так только о жизни могу, в общем-нибудь, рассказать, какие-нибудь вопросы поотвечать. Раскатали, раскатали, раскатали. Самое сложное у нас, по правде, даже не начинка ягодная, а мозги. Мозги самое сложное, это мозги. Сейчас мы будем их делать с вами. Наверное, да? А потом уже ягодную начинку сделаем. Так, ну, вроде бы тоже. Вроде бы все ок. Так, более-менее гладенько. Вот. Кладем друг на друга, ставим в холодильничек. Да? Я кладу обычный на какой-то из противника. В данном случае нам не обязательно морозилка, просто холодильник тоже подойдет. Морозилка, если будете хранить, это тесто можно хранить в морозилке, но лучше комком хранить, не раскатанным, подсыхает сильно в раскатанном виде. Комком, клубочком, замотали, замотали. И морозилки до двух месяцев спокойно хранить. Так, у меня он идет в холодильник. Там-там-там-там-там. А вы пока наслаждаетесь видом моего места, где я пишу, и чего-то еще. А, а в холодильнике места-то у нас не сказать, что много. Вот здесь, сюда потом идет. Окей. Есть. Так. Дальше с вами мы готовим крем. Для крема нам с вами нужно что? Нам нужна чистая вот эта миска. Ну, пошли мы, что? Давай помоем. Марина, смотри, проявила инициативу, что ей лень писать. Вот. Она решила. Помоюсь. Спасибо, Мариночка, тебе огромное. Вот. Да. Для, короче, для мозгов. Что нам понадобится? Первое. Рассказываю. Вот. Как эта формочка, такой должен быть у вас кружочек. Вот. У меня есть такой кружочек. Да. Мы рисуем заготовки себе. Не видно вам? Вот так видно. Вот так видно. Я рисую на лице на изнаночной стороне и переворачиваю. По правде видно? А вам не видно? Ну, короче, по правде видно. Ну, видно? Не знаю. Короче, чтобы они просвечивали. Понятно? То есть рисуем кружочки, нужное количество, для того, чтобы у нас мозги не вылезли за край. Ну вот. Это самое главное. Рисуем не на этой стороне, где будем выдавливать, потому что иначе карандашик может отпечататься. А на противоположное. То есть я вот на этой нарисовала, а вот так перевернула. Вот так вот видно. Почему не видно обратную сторону? Ну, короче, они просвечивают по правде. Видно пишут. Ну вот. Понятно дальше. У автора, у него тоже ганаш, но очень сложный. Мы с вами сделаем простой ганаш, для того, чтобы нам сделать вот эти наши мозги. А это именно. Ну, у меня просто готовое все, но я сейчас вам покажу. Ну, как готовое. Относительно. Сейчас, подождите. Опять сек. Вот. У нас с вами, так как я собираюсь сделать полторы эти штучки маленькие, у меня все микроколичествами. Прям совсем чуть-чуть. Итак, мы делаем обычный ганаш, плюс крем-чист. Плотненькое что-то. Вот. Смотрите по вкусу. Может быть, вам добавить пудрочки. Может быть, вам добавить белого шоколада. Может, вам брать не темный, например, шоколад, а молочный шоколад. Как вам хочется. Я хочу, чтобы у меня получилось что-то такое более орехового-коричневого цвета. Посмотрим. Вот. Поэтому я взяла обычный ганаш. Это шоколад с сливки 50-50. 50 на 50 темный шоколад плюс сливки. Смешиваем, подогреваем до равномерности, перемешиваем, даем полежать. И плюс я взяла еще крем-чист. Да, плотненький. Вот, да. Будет немножко горьковато, но мне кажется, в целом будет ок. Ну, мне так сейчас кажется, по крайней мере. Вот. И нам надо сейчас самое главное это вот зацепить. Вот. Вот. Взяли. Положили все сюда. Показываю. Показываю. Положили что? Положили сюда. Микроколичество. Вот тут вот такой вопрос о планетарных миксерах. Вот. Да. Такое количество, конечно, лучше ручным миксером взбивать. И сейчас мы с Мариной горько зарыдали, что у нас есть вообще-то ручной миксер. Мне нет, не надо, нет. Я сейчас, если его достану, я потом его все начну использовать. А мне жалко. Мне просто очень красивый миксер есть. Я с ним только фоткаюсь. Серьезно. Я его вообще не использую. Вот. Это миксер розовый красивый смек ручной. Он прям такой, знаете, как бы для фотосессии. Миксер для фотосессии. А работаю вот на бедняжке KitchenAid. Вот. Не знаю. А у вас какой миксер, кстати? Напишите в комментариях. А у вас какой? Давайте миксерами похвастаемся. Какие миксеры? И напишите свою оценку. нравится, не нравится. Давайте, чтобы польза была у нас для всех. Чтобы все посмотрели, сейчас такие подумали. О, точно буду этот миксер использовать. Или этот миксер использовать. Вот. Да? Так, и едем. Едем в миксе. Идем, идем, идем. Идем, идем. Как оно взобьется, не знаю. Ну, потому что количество, конечно, маленькое. Вот. Ну, нам нужна плотная такая красивая масса для мозгов. Вот. Взяли, взяли. Взяли, взяли. Вот. Взяли. И насадка нужна будет еще. Вот это называется где-то 6 миллиметров, наверное. 5-6 миллиметров. Да? Вот такую насадочка нам нужна будет, чтобы выдавливать колбасочки. Покажу, как колбасочки ударные. Все взбиваем. Ничего в этот момент не происходит, просто оно взбивается. Ну, количество, конечно, миллипусечное. Но взбивается все равно. Пахнет, как сгущенка вареная. Видно, что захватывает не все. Да? Поэтому сейчас немножечко пройдемся. Да? Помните, что счищаем мы лопатку. Хочется же ее счищать, да? Не вот так, а стенку, а о венчик мы счищаем лопатку с вами. Ну, вот. И взбиваем еще разом. Ну, в целом, вроде как взбивается. Должно посветлее, стать более однородным. Какой-то пышности особой может не быть, в принципе. Такое возможно. Дальше готовим мешок. Мешок мы его на карту. Подрезаем поближе к краешку. Проверяем, не вискать, не вискать, не вискать. Заворачиваем рукавчик. Да, и выкладываем получившийся крем. По сути, это тоже разновидность ганаша, да, шоколадный крем. Выкладываем к нам в мешочек. Вот. Непривычно. Слушай, все-таки после тортов обычных, такое количество, вообще кажется, как будто ты не готовишься, как будто бы балуешься. Ты ничего не приготовил. Как будто бы... И вот. Чё тут крема-то? Да, совсем чуть-чуть. Да. И, соответственно, делаем мозги. Кому-нибудь. Вот. Делать достаточно просто. Никаких сложностей нет. То есть... А, если вы посмотрите на орешек, да, на орешек, да, сам. Есть нас орешек, есть нас орешек. Вот. Если вы, в принципе, какую-то горку, вот, из неровных штук сделаете, в принципе, уже будет похоже. Если вы посмотрите на орешек, а у меня вот что-то целых-то орешков нету. Какие-то у меня половинчатые орехи. Все. Нету целых орешков, короче, у меня. А то можете попробовать его повторить. Да, я же воспользуюсь схемой автора, у которого я увидела, как он выдавливает. У него схема такая. Делаем сначала низ. Это две такие, вот я рисую сейчас, две такие колбасы. Потом на одну из них делаем такую, как бы, петельку, а на другую такую, как пресс. Как у живота пресс. Тысяча-тысяча-тысяча-три штучечки такие. Ну, вот. Сейчас буду показывать. Я думаю, что немного подвисает, пишет Оксана. Спасибо тебе, пожалуйста, за эту информацию. Нам это очень важно. Вот. Да, сейчас я буду делать, посмотрите. Вот. Итак, смотрим. Главное не выйти за пределы кружочка. Выдавливаем центральную палку. Видно? Да. Дальше резуем две. Два основания. Раз. Два. Раз. Два. Вот. И дальше выпуклость делаем. Сначала вот тут точки небольшие. Видно? Да. А здесь получаются длинненькие. Вот. Примерно такая штука. То есть у нас есть нижние завитушки и какие-то верхние завитушки. И вот сколько получается, так же и делайте. Раз. Держать приходится только эту. Слушай, неудобно. И вот. Да. Раз. Два. Раз. Два. Попадаю я в кадр-то хоть. Да. Дальше маленькие завитушки. Вот они какие. Ну, мне напоминает пресс у человека. Серьезно. Да. И потом подлиннее. Раз. Два. Раз. Два. Вот. И еще сделаем. Ну, какие-то красивые же получатся. Ну, типа такое. Похоже. Ну, плюс-минус, наверное, похоже издалека. Так, кто понял, как это выдавливать? Ну, я думаю, не принципиально, как вы именно будете выдавливать. Важно, чтобы было много загогулик. Ну, вот. Мне кажется, вот это самое главное, чтобы было много загогулик разных. Ну, вот. Мне кажется, это... У меня получилось, ну, из этого количества крема, кстати, еще много получается их. Вот. Ну, типа такого. Ой. Понятно? Ну, вот. Так, еще раз схему рассказываю. Палка. Две такие загогулины. На верхнем точками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается здесь, как и такими длинненькими. Раз, два цветочек. Ну, я вот так выдавливала. Ну, в целом, похоже. Не сказать, что прямо идеально, но в целом, показать шестую. Выдавлю. Это пять как-то нечетное число. Ну, шесть штук у меня не будет, конечно. У меня будет все равно их меньше. Ну, вот. Что-то такое. Молодцы. Повторить. И вот это нам надо уже положить с вами в морозилку. Да? Так же, если вам не хочется замораживаться сильно, то можно, в принципе, это делать прямо на самом изделии. То есть, мы сделаем тарталетки, туда сделаем начиночку. И можно выдавливать эту штуку прямо сверху. А можно заморозить, окунуть и положить. А можно просто заморозить и положить. То есть, смотрите уже по технологии, как вам удобнее, наверное. Ну, то есть, можно же выдавливать не на бумажку, а прямо на саму тарталетку. Можно, конечно же. Итак, самое сложное мы сделали. Мы сделали тесто. Мы сделали мозги. И у нас есть еще один ингредиент, который нужно подготовить. Один компонент, вернее. Это начинка ягодная. Да, сейчас я поставлю в морозилку и вернусь. Так, и что у нас про ягодную начинку? Ягоды вы можете использовать любые абсолютно. Какие вам, кажется, хорошо будут сочетания. У меня шоколад вишня, мне ок. Мне больше нравится шоколад малина. Но малину не нашли у меня. Обыскали весь холодильник, малины нет, до магазина не дошли. Вот, поэтому мы делаем с вами, да, ягода, сахар, чуть-чуть пектин. Пробиваем блендером, да. Смотрите тоже блендером. Хотите, больше пробивайте. Хотите, меньше пробивайте, да. И выкладываем в формочки. И именно поэтому у меня есть кружочки меньшего размера. Также, если вы не хотите заморачиваться, то можно делать сборку в самом изделии. Почему я не делаю сборку в самом изделии? Да потому что тогда мы с вами, получается, должны будем испечь эти, положить туда, то есть остудить. Вот, потом, получается, все подготовить, туда шварить надо, туда все сложить, то есть слишком долгий процесс. Потом нужно, пока оно замерзнет, и потом только мозги выдавливать. То есть все равно делить на два этапа, а то и на три этапа. То есть таким образом, с подготовкой, все-таки чуть побыстрее получается. Все запутались, короче, я поняла. Итак, у нас вот такие будут сами, да, орехи. Получается, начинку берем меньше, да. То есть это у меня 4 сантиметра полукружицы, полусфер. Итак, берем ковшик. У меня все микродозно. Непривычно с микродозами, конечно. Берем ковшик. Берем вишню. Берем сахар и пектин. Ну вот. Берем вишню, берем сахар и пектин. И нам надо бы поварить и попюрировать одновременно как-то. Оно сейчас попюрируется? Неизвестно. Ну давайте поварим, потом попюрируем, да. Что, пошли туда на плиту? Ленее ее таскать сейчас. Пошли туда на плиту, там поготовим. Что, вы же все уже видели. Кто-то не знает, как у меня выглядит студия. Вот, включаем. На небольшой огонь даем разойтись с сахаром. Маленькое количество, кажется, неудобно готовить. Именно поэтому такие все штуки готовят большими партиями. Ну, обычно готовят. Это с вами получается, как приготовили, так и ладно. Но обычно готовят. Так все нагревается очень быстро. И поэтому сейчас мы с вами будем это пюрировать. Для пюрирования нам понадобится инструмент, который называется блендер. Это штука с ножиками. Да, у меня блендер погружной. Что значит погружной? Значит, он вот так погружается. Бывает не погружной, спросите вы? Конечно, бывает и не погружной. Бывает какой-нибудь другой. Сильно я пюрировать не буду. Прям-то совсем такой жижки. Почему? Ну, потому что моей задачи не надо. Мне надо, чтобы у меня уложилось в эти кружочки и не более того. Ну, вот. Так, здесь все-все-все-все-все-все. Да, и доводим до кипения еще разочек. Так как у нас пектин, можно его покипятить недолго. Да, где-то там до 5-10 минут пектин варится спокойно. То есть пектин, впрочем, как и большинство загустителей у нас с вами, до кипячения и кипятят. И у нас только один загуститель серьезный. Такой не кипятят. И сейчас с их форумом напишут, какой. Дорогие друзья, какой мы с вами загуститель не кипятим вообще, в принципе. Никогда из таких плотных. Все сейчас напишут мне хором, а не напишет никто. Правильно, зачем? Чего я тут вопросы какие-то задаю? Зачем это все нужно? Ну, как-то знает, какой мы загуститель не кипятим. Желотин, пишет Наташа Чижова. Ес, ты выигрываешь приз. Да, и Люда выигрывает приз, и Оля выигрывает приз. Какой приз, не знаю, никакого приза, но в целом, мою любовь и уважение вы выигрываете. Вот. Так, все, довели до кипения. Сейчас еще я себя-то показываю, Господи. Покипятили. Плотная красивая масса у нас получилась. Это наша начинка. Можно смесь ягод делать. Какие ягоды можно? Да, любые ягоды можно. Дорогие друзья, в этом конкретном рецепте любые ягоды, которые вы будете использовать, будут хорошо. Вот. Есть. И погнали выкладывать их в подготовленной формочке. Вот сюда. Мне удобнее выкладывать двума маленькими ложками. Или мешком можно, конечно, выпендриться. В мешочек из мешочка выдавливать. Тоже можно, но ложками тоже нормально. Нужное количество. Мне нужно чуть-чуть совсем. И надо успеть выложить, пока у нас оно не застыло. Потому что застывает достаточно быстро. Вот четыре штучки, наверное, из этого моего количества получится. Ну, что, одинаково или одинаково? Вроде одинаково. Ну, вроде как, четыре получилось. Чуть-чуть сюда хочу добавить. И вот сюда еще можно чуть-чуть добавить, чтобы было ровненько. Вообще, пектин застынет у нас с вами и при комнатной температуре. Ну, для спокойствия, конечно, лучше поставить в холодильник. Ну, вот. Итак, дорогие друзья, наш день подготовки закончен. Что мы с вами сделали? Первое, испугались того, что будем делать завтра. До сих пор переживаем. Как мы будем формировать эти орехи? Переживаем? Ну, напишите, переживаем же. Переживаем. Кто переживает, пишите. Я переживаю. Вот. Подготовили песочное тесто. Положили его в холодильник. Подготовили мозги. Положили их мы с вами в морозилку. Подготовили начинку. Сделали. А чего не хватает еще? Что еще должно быть у нас с вами в нашем изделии, скажем? Не тарталетка, но тарталетка по смыслу. Что еще должно быть? Должен быть еще мусс. Мусс. Мусс у меня взвешенные ингредиенты, но готовить я их буду уже завтра, потому что если я приготовлю сегодня, он и застынет сегодня. Мусс. Для мусса нам понадобится, но, по крайней мере, я буду использовать. Сливки, чуть-чуть какао, чуть-чуть какао для цвета, можно кофе для цвета, вода, чуть-чуть сахарная пудра и желатин. Простой рецепт. И чисто теоретически, чтобы вы знали и получили дольку свою, это какой-то маленький кусочек информации, кусочек пользы получили. А как сделать ни какао и ни кофе? Что можно добавить в сливки, чтобы получился лимонный вкус, дорогие друзья? Напишите мне сейчас. Давайте тоже чуть-чуть поработаем головой. Пользуй чуть-чуть. Что можно добавить, чтобы получился лимонный вкус? Всех в коробках пишут лимонную цедру. Правильно. Лимон пишет, да, все верно. Лимон со сливками не очень дружит, но цедра норм. Что можно добавить, чтобы получился мятный вкус? Может, вы мятный хотите? Я ж не знаю. Вообще есть, кстати, сиропы отдельные. Серьезно, можно сиропами капнуть. Можно ароматизаторы. Можно мяту поварить прямо в чем-то. Например, в сливках тех же саввых остудить. Дальше можно добавить любой алкоголь. Можно добавить любую, чуть-чуть какой-то пюрешечки, и у вас будет дополнительный вкус. Понятно? То есть, по правде, если вы ароматизируете сливки любым ароматизатором, сиропом, эссенцией какой-нибудь или небольшим количеством самого вещества, у вас получится мусс нужного вкуса. Муссы обычно не делают яркого вкуса, яркого. И чуть-чуть как бы такой намек делают. Вот. Только что вы прошли, дорогие мои, быстрый урок «Как сделать любой мусс». С вами была Патракова Ольга. Ну что, жду вас завтра. Вечером будет эфир. Если вы смотрите меня в прямом эфире, если вы смотрите меня в записи, перелистывайте, смотрите следующее видео, узнавайте, что же у нас все-таки получилось в результате. Получился ли у нас круглый красивый орех? Не сгорели ли у нас тарталетки? Смогла ли я вытащить вот это из формы? Что у нас в итоге с мозгами? Стала я окунать в глазурь или нет? Эти все животрепещущие вопросы мы разберем с вами на следующем эфире. С вами была Патракова Ольга. Добавляйтесь ко мне в друзья, подписывайтесь. Основные прямые эфиры идут все-таки у нас в ВК. Все остальное вы смотрите меня в записи. В любом случае вам привет. В любом случае пишите комментарии, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже пишите комментарии. Потому что любые комментарии продвигают наше видео. Всем люблю, целую. Так, про рецепты, если вы вдруг забыли, напишу завтра все рецепты. На конкретное количество рассчитаю, на сколько чего хватило. Поэтому сегодня цифр не ждите. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok